Виктор Драгунский. Кот в сапогах. Все мы знаем известного детского писателя Виктора Драгунского. Его замечательные и захватывающие истории не оставят без внимания ни одного маленького читателя. Как и у большинства творческих людей, так сложилось, что судьба не баловала мальчишку с ранних лет. Он был рожден в Нью-Йорке, но резкие перемены в жизни заставили семью неоднократно переезжать. Родители маленького Драгунского не были богаты, поэтому постоянно сталкивались с финансовыми трудностями. Из-за того, что отчим с мамой едва сводили концы с концами, юноша устроился на работу. Он работал в театре и в цирке, пытаясь хоть какую-то копейку принести в дом. Через некоторое время начал проявляться писательский талант. Мальчик начал постоянно писать разнообразные сценки, придумывать нелепые захватывающие истории. Несмотря на то, что его нельзя было назвать сформировавшимся писателем, его произведения всегда находили отклик, а несколько сценок даже напечатали в журнале. Позже Драгунскому предложили поучаствовать в театральной постановке. Он заинтересовался подобным предложением и стал активно содействовать жизни театра вплоть до его закрытия. Интересным фактом объявляется, что Драгунский участвовал в военных действиях. А вот уже к тому времени, когда Драгунский достиг зрелого возраста, появились первые значительные рассказы, которые мы с огромным удовольствием читаем до сих пор. Был создан целый блок, который известен нам как Денискины рассказы. Главным героем всех приключений являлся сын писателя. Конечно, большинство событий и истории вымышлены, но несмотря на это они действительно невероятно увлекательны и необычайно интересны. Предлагаем вам познакомиться с рассказом «Кот в сапогах» из цикла Денискины рассказы. «Мальчики и девочки», — сказала Раиса Ивановна, — «Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия. Так что готовьтесь». И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла. И когда мы шли домой, Мишка сказал, «Я на карнавале, буду гномом. Мне вчера купили накидку, одождяя капюшон. Я только лицо чего-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?» «Там видно будет». И я забыл про это дело, потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на десять дней, и чтобы я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое. И на улице шел смех. И все время я думаю, когда же мама вернется. Я зачеркиваю клеточки на своем календаре. И вдруг неожиданно прибегает Мишка и с порога кричит, «Идешь ты или нет?» Я спрашиваю, «Куда?» Мишка кричит, «Как куда? В школу. Сегодня же утренник, и все будут в костюмах. Ты что, не видишь, что я уже гномик?» И правда, он был в накидке с капюшончиком. Я сказал, «У меня нет костюма, у нас мама уехала». А Мишка говорит, «Давай сами что-нибудь придумаем. Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Да надень на себя, вот и будет костюм для карнавала». Я говорю, «Ничего у нас нет, вот только папины бахилы для рыбалки». Бахила – это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь, первое дело бахилы. «Нипочем, ноги не промочишь», – Мишка говорит, «А ну надевай, посмотрим, что получится». Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахила доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовала в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось, он говорит. «А шапку какую?» Я говорю, «Может быть мамину? Соломенную? Что от солнца? Давай ее скорей». Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовата. Съезжает до носа, но все-таки на ней цветы. Мишка посмотрел и говорит, «Хороший костюм, только я не понимаю, что он значит?» Я говорю, «Может быть он значит мухомор?» Мишка засмеялся, «Что ты? Мухомора шляпка вся красная. Скорее всего, твой костюм обозначает старый рыбак». Я замахал на Мишку. Сказал тоже, «Старый рыбак, а борода где?» Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, сплеснула руками и говорит, «Ох, настоящий кот в сапогах». Я сразу догадался, что значит мой костюм. Я кот в сапогах, только жалко хвоста нет. И спрашиваю, «Вера Сергеевна, у вас есть хвост?» А Вера Сергеевна говорит, «Разве я очень похожа на черта?» «Нет, не очень», говорю я. «Но не в этом дело. Вот вы скажите, что этот костюм значит? Кот в сапогах. А какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост. Вера Сергеевна, помогите, а?» Тогда Вера Сергеевна сказала, «Одну минуточку». И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами. «Вот», говорит, «это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им кирогаз. Но думаю, тебе он вполне подойдет». Я сказал большое спасибо и понес хвост Мишке. Мишка, как увидел его, говорит, «Давай быстренько иголку с ниткой. Я тебе пришью. Это чудный хвостик». И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шел довольно ловко. Но потом вдруг, «Как? Уколит меня!» Я закричал. «Потише, ты храбрый партняшка. Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по-живому? Ведь колешь же». Это я немножко не рассчитал. И опять, «Как кольнет! Мишка, рассчитывай получше, а то я тебе тресну». А он, «Я в первый раз в жизни шью». И опять, «Коль!» Я прямо заорал. «Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?» Но тут Мишка сказал, «Ура! Готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой». Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы. По три уса с каждой стороны длинные-длинные до ушей. И мы пошли в школу. Там народу было видимо-невидимо. И все в костюмах. Одних домов было человек 50. Еще было очень много белых снежинок. Это такой костюм, когда вокруг тебя много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка. И мы все очень веселились и танцевали. И я тоже танцевал. Но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог. И шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка. А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом, «Просим, кота в сапогах, выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм». И я пошел на сцену. И когда выходил на последней ступеньке, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись. А Люся пожала мне руку и дала две книжки. «Дядю Стеку. Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл тушь. А я пошел за сцену. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал. И опять все засмеялись. А когда мы шли домой, Мишка сказал, «Конечно, гномов много. А ты один». «Да», — сказал я. «Но все гномы были так себе. Ты был очень смешной. И тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну». Мишка сказал, «Не надо. Что ты?». Я спросил, «Ты какую хочешь?» «Дядю Степу». И я дал ему дядю Степу. А дома я скинул свои огромные бахилы и побежал к календарю. И зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю. Посмотрел. А до маминого приезда осталось три дня. Субтитры сделал DimaTorzok